Всем привет! Кто-то хотел видео с говорящей головой? Welcome! Сегодня у меня для этой самой головы будут кое-какие аксессуары, которые я вам захочу показать, ну и некоторые другие обновочки. Как вы поняли, это у меня заказ выберлиг по текущему каталогу. Позиции будет мало, поэтому надеюсь, что вы не успеете соскучать. Приятного просмотра! Начнем с вот такой новинки, это парфюмерная вода, называется Фантази, артикул 3179, если интересно. Сам флакончик выглядит вот так, мне очень нравится, как здесь оформлено само стекло, сверху идет градиент от зеленого к желтому вниз. И давайте я вам зачитаю ноты этого аромата. Значит, в начальных нотах розовый грейпфрут, бергамот, клементин, в сердце роза, фрезия, фиалка, маргаритка и в базе заявлены кедр, амбра и мускус. Несмотря на такие древесные, как правило, они бывают тяжеловатыми ноты в базе, я их практически не чувствую. Для меня этот аромат больше зеленый, цитрусовый, едва ли цветочный и уж совсем не древесный, не пряный этот аромат. Мне кажется, скорее он больше подойдет на весну, когда уже растаял снег и началось цветение. В начальных нотах здесь заявлены цитрусовые ноты, вот их я чувствую больше всего. Лично на мне они раскрываются именно так. И также в базе заявлен мускус, но именно в моем случае начальные ноты стреляют сразу почему-то с мускусом. Мускус немного замыливает цитрус, и поэтому я бы предпочла, если честно, чтобы его не было. Ну, лично на мне, да, в моем звучании. Но в принципе неплохо. Не потрясающий воображение аромат, но носибельный, скорее всего, весной я про него вспомню и вернусь к нему. Но сейчас мне он как-то не по настроению, потому что, еще раз повторюсь, цветочных нот я здесь практически не слышу, древесных нот для меня здесь практически нет. Это цитрус с мускусом, довольно звонкий, не очень долго держится, то есть он не очень долго шлейфит, через часик-полторасик. Я его обнаруживаю только близко к коже, например, на запястье я его нанесла. Дальше у меня будет не новинка, я заказала вот такую помаду с пронавочным колпачком, я все эти серии, не помню, как они называются, артикул 410-56. Цвет этой помады, я помню, называется цвет кофе с молоком, сейчас у меня ее на губах нет, потому что, мне кажется, этот оттенок не очень хорошо подходит именно для камеры с ним лицо, может выглядеть каким-то таким немножко застиранным, но в жизни мне этот оттенок очень идет, он мне нравится, он не делает мое лицо утопленническим каким-то, в общем, это мой оттенок, он меня полностью удовлетворяет. Единственное, какая-то у него отдушка заметная, вот именно у этого оттенка, у меня уже много помад вот таких от Faberlic, но такую активную отдушку я почему-то только в этом обнаружила, не знаю, может она залежалась или, в общем, не знаю в чем причина, но отдушка есть ощутимая. Дальше я, конечно же, не смогла пройти мимо вот таких новинок, зимних аксессуаров, это Snood, он, как видите, вот такой большой, я выбрала оранжевый, это такой как тупо шарф, сшитый на конце, да, то есть вот такая вот труба тут получается. И сейчас я попробую его примерить на камеру и показать вам. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, например, вот так, да, такой вариант ношения, я его закрутила, то есть на два оборота, один у меня получается плотно прилегает к шее, второй сидит на голове, и также можно с головы опустить, наверное, ну вот просто так, он будет как плотный большой шарф на шее. К этому Snood я заказала перчатки в тон, перчатки, которые работают с сенсорным экраном, вот эти красные наконечники, они реально работают на айфоне, на айпаде, я проверила, все нормально, все работает. Единственное, что перчатки, каждая универсальна, то есть вы можете, ну, и вот так надеть, и вот так надеть, потому что здесь кончики на каждой стороне есть, и на лицевой, и на внешней, ой, и на внутренней. Вот. Внутри у этих перчаток идет начосик, и они довольно-таки теплые, в самом деле теплые. По размеру они такие, крупноватенькие, вот так, у меня сразу лапа такая в них, прямо угу-у-у. Вот. Перчатки, как правило, ну, вот те, которые с размерами идут, я ношу семь с половиной, примерно вот так. И вот эти перчатки, мне кажется, чуть больше, чем семь с половиной, потому что, ну, не знаю, в принципе, я буду носить, мне нравятся, они теплые, мне нравится то, что очень удобно, то, что они работают с сенсорным экраном, вот, такая я буду нарядная. Также есть второй тип снудов, который идет с серебряной нитью. Я, не прочитав описание, описание размера, заказала его, и он оказался вот таким вот маленьким. А этот, вот я, например, на свою голову, на свою шею в два раза этот уже не оберну. Ай, полетела. Бррр. В детстве мы носили подобные снуды, но тогда это называлось шапка-труба у нас, потому что она надевалась, как труба на голову. То есть, как шарф. Мы надеваем вот так, и можно носить. Он, кстати, не идет под мой сегодняшний наряд. Вот. А когда нужно надеть как шапку, собираешь волосы и натягиваешь. И вот она труба. Вот, труба. Нам в детстве в голову не приходило, что это снуд, может быть. Вот. Но мне, если честно, такой вариант не нравится. Хотя он, может быть, и поудобнее, чем тот снуд оранжевый. То есть, он не так сильно замотан у меня. Но как это выглядит, мне не очень нравится. А вот как шарф, скорее всего, я буду носить. Потому что мне нравится цвет. Мне нравится, как это тепло. Ну и, в принципе, как выглядит, мне тоже нравится. Я вся в этой ворсне. Ой, мамочки. К этому снуду я тоже заказала перчатки для сенсорных телефонов. У них уже вот такие ярко-розовые кончики. У предыдущих были красные. Внутри тоже есть начосик. И мне кажется, почему-то, что вот эти перчатки розовые по размеру чуть-чуть меньше. Буквально чуть-чуть. Хотя, не знаю, может мне мерещится. Но когда надеваю, при надевании мне вот так чувствуется, что эти чуть-чуть поменьше. И когда они плотнее сидят, и мне в них комфортнее. Перчатки идут вот в таком маленьком пакетике с аннотацией. И снуд идёт в большом пакетике с аннотацией. На сегодня это было всё. Вот такой у меня был маленький заказик. Но мне всё понравилось. Снуд с серебристыми ниточками, конечно, был для меня несколько сюрпризным в своём размере. Но всё равно по качеству нареканий нет. Мне всё нравится. Буду носить. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. И не забудьте по ссылочке переходить под видео. Всё, теперь точно пока.